Сохранить социальную поддержку детей, пенсионеров и нуждающихся в жилье. Формирование бюджета на 2017 и следующие за ним два года идет с сохранением основных социальных гарантий. Такое решение принял глава региона Игорь Кошин. На заседании администрации губернатор заявил, что необходимо взвешенно подходить к каждой мере соцподдержки. В этом вопросе нельзя рубить с плеча. Здесь требуется тщательное экономическое обоснование каждого решения. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения предложил приостановить ряд социальных выплат. Соответствующие предложения руководитель ведомства Нина Эль Семяшкина озвучила на заседании администрации округа. Предлагается приостановить индексацию социальных льгот и выплат, в том числе окружного материнского капитала. Предлагается приостановить достаточно окружную пенсию работникам образования. Выполняется единственным выходным пособием для работников бюджетной сферы. Вопросы, касающиеся предоставления предоставления предоставленного взноса при жилищном строительстве. И это только часть предложенных департаментом мер по экономии бюджета в 2017 году. Между тем, когда документ только начали верстать, губернатор округа заявил, бюджет остаётся социально направленным. Поэтому глава региона Игорь Кошин запретил приостановку части мер и призвал коллег тщательно взвешивать каждое решение. Как и в прежние годы, сохранится компенсация за наём жилья специалистам учреждения образования и здравоохранения в Наринмаре и посёлке Искателей, предоставление первоначального взноса на ипотеку, единовременная выплата ко дню пожилого человека жителям округа старше 70 лет, детские подарки ко дню знаний и Новому году. Кроме этого, сохранится бесплатная подписка на газету «Ниарея на Виндер» для ветеранов труда. Департамент образования, культуры и спорта предложил адресно компенсировать родителям расходы по оплате детского сада. Ранее компенсация предоставлялась всем в заявительном порядке. «Обращается справка и по справкам предоставление идёт возвращение вот этой части. Они оплачивают за родительскую плату 1600 в городе и 735 на Заполярном районе и на селе. Если доход семьи не превышает однократной величины прожиточного минимума, то за первого ребёнка возвращается 20% от этой платы, за второго – 50% и за третьего и последующих – 70%. Адресной в следующем году будет и социальная стипендия студентам. Право на государственную ежемесячную выплату получат те студенты, которые предоставят документы о материальном положении. Сумма социальной стипендии составляет полтора размера от академической. Учащийся может получать обе стипендии сразу. Напомню, на сегодняшний день в Ненецком округе действует около 140 мер соцподдержки населения. Это самое большое количество в Российской Федерации. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова